Друзья, видите, вот рядышком река, да? И вот она, вот они в воротах. На воротах замок. Вот так вот и вы делаете, понимаете? Открывайте ворота и заезжайте. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё для Клёва». В очередной раз мы выбрались на Днестр. Сейчас начало мая. На рыбалочку. Рыбалка у нас сегодня с подписчиками. Знакомьтесь, это Сергей. Доброе утро. Митяй. Доброе утро. Скажи громче «доброе утро». Доброе утро. Замёрз, наверное, или что? Не? Нормально? Сергей, ты как вообще? Рыбак опытный? Ну, опытный, можно так сказать, опытный любитель. Опытный любитель. Ну, как и я, в принципе. То есть мы все опытные любители, да? Да, да, да. Я хочу поймать карпов. Вот хочу и всё. У меня ещё до сих пор не было ни одного карпа в этом сезоне. И уже как бы май, уже я смотрю по постам в Facebook, что некоторые мои подписчики и друзья ловят больших карпов, а я ещё ни одного не поймал. Я хочу поймать. Мы тоже в этом сезоне ни одного. Карося ловили. Ну, вы в этом сегодня уже были на рыбалке? Ну, да, конечно. Да? На реке были? На реке, да, уже на поплавок всё отметили. И ещё карп был? Нет, карпа мы не брали. Вот у меня моя задача поймать карпа. Брали карася. Ну, тоже интересно, конечно. Ну, моя задача, чтобы улыбнулся. Чтобы Витя и улыбнулся. Витя и улыбайся. Ну, покажи. Всё, задача выполнена. Нет, не сейчас. С рыбой вместе в руках. Всё, тогда огонь. Да? Поехали. Всем рыбакам хочу напомнить о том, что обязательно бейте с собой пакет для мусора. Обязательно. Потому что это главный атрибут должен быть в вашей рыбалке. Потому что всегда в руках что-то найдётся такое, что нужно куда-то выкинуть. Вот взяли пакетик, повесили его. Пачки из-под червя, фарша, из-под прикормок. Всё это обязательно нужно выкинуть в мешок. Не себе под ноги, потому что потом он может улететь в воду. А в мешок. Итак, чтобы поймать карпа, я сегодня для себя решил, что нужно взять прикормку Гросс Карп с бетаином. Карп Карась. Клубная прикормка фишдримовская. И чуть-чуть добавить молотые семи конопли. И чуть-чуть добавить гороха. Насадка у нас будет гороховая, кукурузная, опарыш, червь. Изюминкой на торте у нас будет вот такой вот ликвид карамель. Немножко добавим. И думаю, что это вкусняшка, карпу понравится. Прикормка такого желтого цвета. Ах, пахнет печенькой. И сразу куда? В пакет. Гороховый стик, он связующий. Он немножко добавляет клейкости нашей прикормки. Поэтому на Днестре, в принципе, на течении он актуальный. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Субтитры делал DimaTorzok Добавили конопли, добавили кукурузы, добавили немножко кривой муки Посмотрим, я думаю, что тоже на речке, на стопке работает, а вот на речке посмотрим Что еще ведь добавляли? Иди рассказывай В крилевый бустер добавляли технокат, горох с коноплей И за основу добавляли прикормку флагман И надо это все тщательно перемешать, чтобы оно повсюду было Этот бустер разошелся Ну что бы что, не перевлажнить, наверное, да? Да, да, да Друзья, перед вами Митя, это будущий спортсмен фидерной ловли Украины Который... Карповой ловли Карповой ловли будешь, да? О, спортсмен карповой ловли Понял Красавчик Молодец 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 Майл мне, смотри Нет, я чемпион не фидерной ловли, я в карповой чемпиона Вот это видно, что человек с амбициями, конкретными, с целями и задачами Растет молодой, такой серьезный человечек Конкурент Конкурент, да Да уже можно в ютуб канал для детей по рыбалке Правильно? Тоже Ну так вперед Вперед из песни 16 лет уже будет с миллионами подписчиков Да Потому что Привлекает молодое поколение к рыбалке это... Да Правильно к рыбалке И активным образ жизни надо Потому что эти гаджеты это сидят... Советую задуматься Не, так мы знаем, тут как бы и дочка и все... Только я не знаю, как создать его Не знаешь, я тебе помогу, хорошо? У меня с собой телефон Ха, вот ты вы поняли сразу, право вот... Красавчик, вот это я понимаю целеустремленность Ребята Вы поняли, да? Молодое поколение, какое целеустремленное Вот это... Мы сегодня создаем канал, да? Дай пять Да какой... А, вот так вот надо О, правильно вот так А теперь показать, какая прикормка же Конечно, давай все показывай, все как положено Мы сейчас проверим прикормку, которую мы сейчас замешали Вот, смотрите Снасть у нас сегодня, как всегда, как обычно Обыкновенный инлайн Вот, как кормушка Видите, да? На основной леске Стопорная бусинка Небольшой отводик И поводок Поводок у меня 0,16 метровый Видите? И небольшой крючочек десятого номера Друзья, люблю этот момент, когда выходит солнце Когда озаревает все вокруг солнечным светом И чтобы была первая поклевка Это вообще такой момент И не важно, ветер у тебя, дождь, снег, я не знаю Вот этот момент, когда встает солнце И у тебя поклевка За такие моменты, ну, я не знаю Надо бороться Подниматься с дивана, да? Выключать телевизор И ехать на реку, на водоем И получать такие вот яркие, красивые моменты Это просто не передать словами Друзья, ну, начало многообещающее Скажем так Уже одного накромили в этом мире, поэтому уже хорошо Друзья мои, многие из вас смотрят видео Рыбаков, спортсменов, любителей рыбалки И выискивая какие-то новые фишки, моменты и нюансы Связанные рыбной ловлей Как для меня, честно говоря Я скажу, что основным приоритетом для того, чтобы Работать на результат, не какую-то Поймать какую-то рыбу, да? Это главное Это острый крючок Острый крючок И прикормленная точка Вот это два главных критерия Все остальное, как бы Какая прикормка, какая длина поводка Одна, конечно, важна Но не настолько, как вот острый крючок И прикормленная точка Вот поверьте мне Если вы придерживайтесь этого правила В любом случае у вас будет результат В любом случае Так, вторая уже у нас карасик, друзья Карасик Такой ладошечный Пока работает опарыш Это не козел Да, такого я еще не видел, честно говоря Посмотрите Это олень Да, олень Смотрите Олень вплавь Какой-то или что это Кто это? Олень Олень, олень Дикый Он как коза больше Видишь, рога изогнутые Да это ж надо Не-не-не Такого я еще на нашем действии не видел Чтобы вот так Олени купались Олени купались Олени купались Смотри Как бед Еще и посередине плывет Да, такой еще нормальный гребет А как ему еще безопасно мигрировать? Только так А как ему еще безопасно мигрировать? Только так Один для рыбалки Второй для Вот для Игра Друзья, знакомьтесь Митяй Это Новый Ютуб блогер Про рыбалку Будет рассказывать Все фишки Карпфишинга Да Вы с папой часто приезжаете на рыбалку? Часто Бываем Там были И что вы когда приезжаете Что вы делаете? Мы сначала убираем мусор Где он? На берегу? Да На берегу И на... Ну, чтобы возле нас было чисто Потом мы замешиваем прикормку Мы были на... Ну, на поплаву Потом на фит Папа у тебя фрикцион Потом мы закармливаемся И рыбачиваем Потом мы уже домой сняли Понятно А рыбу выпускаете? Ну... Если маленькая То да Понятно Да Хорошо Молодец Вот представляете Друзья В таком маленьком создании Уже столько знаний Как не у многих Скажем так Любителей рыбалки Это хорошо Что вот такие молодые люди В них будущее Что они убирают Берег Вот с такого возраста Что им прививается Это Родителями Это очень здорово Друзья И... Поставайтесь и вы Вот так же приучать своих детей И самому себя не заставлять А... Чтобы это от вас исходило Что... Природа это наша Это не кто-то потом придет и уберет за вами Правда? Ну да Ну да Ну да Опаньки Так... Очередной карасик Карасик На червячка Я вот сейчас Пробую каждый раз разную насадку И пробую Смотрю На что... Что на что клюет Этот маленький Карасик Мы его Брать не будем То есть червь работает Это хорошо На клюшку покормишь или нет? Конечно Она же беременна Посмотри На... Кис-кис-кис На... Панки Так... Гора сегодня хорошо клюет друзья Ветер у нас северный Я всегда заметил, как только северный ветер, обязательно хороший клев. Когда мы снимаем видео с подписчиками канала «Всё для клёва», всегда нашим зрителям интересно знать, чем занимается человек, который со мной сегодня на рыбалке, чем вы занимаетесь, чем живете, скажем так. Расскажите немного о себе и о своей деятельности. Ну, всё начиналось, я как бы заядлый рыбак с самого детства. Меня и дед, и один, и второй, и отец, и дядька пристрастили к рыбалке, поэтому всю жизнь была мечта, как бы не было возможности приобрести костюм для рыбалки. Ну и приехал в Одессу, как бы задался целью себе, заработав свои первые, как говорится, кровные, захотел купить костюм, я его не нашёл. Ну и появилась идея такого вот, организовать производство. Вот, потом изобретать из высокотехнологичных тканей, как бы, костюмы. Вначале были это простые костюмы, как бы военные, камуфляжные, потом мы перешли работать именно с мембранными тканями, вот, то есть пошли в технологии. Вот, на сегодняшний день мы уже почти 15 лет на рынке, вот, законодатели моды на... по охотничьей, рыбацкой, как бы, эта одежда удобная, как бы, комфортная. На сегодняшний день мы проповедуем послойную систему одевания, вот, то есть базовый слой, утепляющий, защитный, как бы, многим людям это нравится. Участвуем в выставках, как бы, вы можете нас увидеть на всех выставках охота, рыбалка, вот. Ну, в принципе, вот так вот. До позиции, вы даже ещё не сказали, как называется ваша компания? Компания Комотек. Комотек, да? Да, 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 потому что компания Комотек, и наша цель не зарабатывать деньги, а наша цель изменить качество жизни людей, дать им возможность открыть себя по-новому, превратив активный отдых на свежем воздухе в удовольствие. Вот, поэтому цель не стоит продвинуть себя, продвинуть, а просто быть полезным людям. Кстати, вот это классная идея, быть полезным людям. Как это здорово звучит, и как правильно этим заниматься. Да, и быть экспертом в этом. А мы, кстати, очень экспертны именно в этой отрасли, и ещё раз говорю, что мы законодатели моды рыбацкой, вот, именно выставки отличных костюмов. Ну, то есть теперь рыбаки, подписчики канала Судя Клёва могут себе привезти нормальную одежду, так правильно? Да, конечно, у нас цена-качество отличное, то есть с зарубежными брендами по качеству у нас даже выше, мы отечественный производитель, вот, производство здесь, на Украине, вот, комплектующий со всего мира, вот, с Азии, Европы, именно фурнитура, которую используют все мировые бренды, то есть очень высококачественные, как бы, и это всё доступно, то есть то, что продаётся в ритейлах, которые завозят забугорные, как говорится, бренды, то есть там цена-качество немножко на наш кошелёк не подходит. Тут мы всё делаем, как бы, для людей, для наших людей. Ну, хорошо, давайте так конкретнее. Вот, на вас сейчас костюм Терра, да? Да, это... Можете про нём сказать что-нибудь? Это безмембранная ткань, которая с хорошей водоотталкивающей пропиткой, то есть она не продувается, вот. Вот, это как защитный слой, то есть это третий защитный слой, можно так сказать, то есть его одевать поверх... Куртку? Да, такая куртка, как у вас, это утепляющий слой, вот, и желательно одевать его под термобельё, то есть базовый слой это термобельё либо футболка обязательно из полиэстера, потому что хлопок не может выступать в роли термобелья, вот, потому что там конструкция не позволяет, нитка накапливает влагу и держит в себе, а влага, как вы знаете, быстро остывает вода, вот, и можно получить воспаление лёгких, ну, в общем-то, заболеть. Поэтому только полиэстер. Так и спина может заболеть, и всё что угодно, правильно? Ну, конечно, мокрая спина, раздражение, я же говорю, то есть, там, мышцы, там, скрутить, ну, да, всё что угодно, вот. Поэтому тут мы беспокоимся о здоровье, о комфорте, и сюда входит абсолютно весь перечень. То есть базовый слой это термобельё, либо футболка, потом идёт утепляющий слой, здесь используем... Футболка вот такая примерно? Да, это очень, кстати, очень хорошая култач футболка, это разработано для военных Южной Кореи, для работы в тропиках, она сохнет от температуры 36,6, то есть от температуры тела, даже если вы её сейчас постираете. Летом вообще незаменимая вещь для карпятников, для охотников, для рыбаков, которые выезжают на несколько суток, то есть они могут за день её 2-3 раза постирать, она всегда свежая, то есть сохнет очень быстро. Куртка, утепляющий слой, мы предлагаем... Вверх идёт нейлон, микрорепстоп, внутри идёт джейлофт, австрийский утеплитель, который использует очень много мировых брендов, армии, мира. Это искусственный пух, который при намокании работает. Ну, как известно, пух если намокнет, он работать не будет. То есть, вот здесь всё в порядке. Ну, как промежуток, да, да, очень. И очень классно. Ну, как мы идею взяли скандинаву, скандинавы как бы используют, всё должно быть лёгкое, то есть для трекинга, походы в горы, лёгкое, комфортное, тёплое. Вот. Ну, и в принципе, как этот костюм, один из, это защитный слой, который защищает от осадков, от ветра, от дождя. То есть, в принципе, можно его и летом использовать на ночные рыбалки, просто как куртку, штаны оставить дома. Вот, сейчас май, вот, в принципе, как бы очень комфортно, без всяких синтепонов и всего остального, дутых курток. Вот, в принципе, зимой для активного лова, для спиннинга, даже для жарлицы, если это активный, как бы, клёв, в принципе, так вот. Ну, можно, конечно, регулировать это всё, снять куртку, одеть куртку, пододеть бельё под футболку, то есть, делать микс, как вам удобно, ну, мерзляк вы или, как бы, не мерзляк, в принципе, всё регулируйте сами. И покупайте один костюм на все сезоны. Хорошо, вот этот костюм, именно Терра, он, в нём комфортно, от скольки до скольких градусов температуры воздуха? Ну, я не мерзляк, поэтому в нём я был минус 5, вот, при послойном одевании, то есть, регулировал это термобельём, то есть, базовым слоем, вот, плюс эта куртка, как на вас, ну, вот, мы новую тестим куртку, как бы, ну, это такая превью следующего сезона, пока показывать её полностью не буду, она более технологична, то есть, тут самое главное, чтобы человек не вспотел, самое главное, в этих всех вещах пара пропуск, вот, чем характеризуются все модные мембраны всех мировых производителей, и мы стремимся к этому. Ну, я скажу, что вот я был на рыбалке недавно, вот было солнце, мне было вот в этой куртке жарко, я взял, отстегнул вот здесь вот, да, вот эту вентиляцию вот отстегнул, и мне было достаточно комфортно, я вам скажу. Да, я же говорю, то есть, мы, даже, даже летом, можно находясь в футболке, которая, ну, в полиэстеровой футболке, можно и в хэбэшной, использовать эту куртку, вот, если ветер прохладный, то есть, всегда она с вами. То есть, получается, от минус 10, от минус 5? Минус 5, это мой личный тест, как бы. Так, и плюс? Да можно всё лето его возить в машину, если ночная рыбалка укрыться, просто накинуть, если дождь, защититься от дождя, от ветра, то есть, абсолютно, это ваш друг навсегда. Поэтому, не надо возить с собой, там, какой-то бушлат, либо ещё какую-то куртку синтепоновую, то есть, которая занимает много места. Это всё компактно, это всегда может поместиться в машине. Вот, эта куртка, она рассчитана при промежуточном одевании, как заявлено австрийской компанией G-Loft, здесь стоит сотый утеплитель на минус 10 при послойном одевании. То есть, ну, европейцы, как мы знаем, они очень, как бы, педантичны в этих делах, поэтому, ну, был пока при минус 5. А там посмотрим. Понятно. Какие ещё фишечки есть в этой куртке? Что-то, какие ещё нюансы и преимущества? Здесь мы используем фурнитуру нашу фирменную всю, все липучки из нейлона, все резаны на лазере, то есть, они не торочатся. Некоторые, даже клиенты, отзывы слышали, были отзывы, что они... Костюм износился, они их отпарывают, пришивают на другие вещи, потому что это нейлон, он практически не изнашивается. Все молнии, это тоже из нейлона материалы. По тестам компания находится рядом возле ЮКК, вот, и, в принципе, 10 тысяч открываний, то есть, это очень предостаточно для нашей продукции, ну, и вообще для, как бы, для таких вещей. Все шнурочки, все пулерочки, это тоже нейлон, вот, здесь, как вы видите, на срезе стоит белый латекс, то есть, он не делается, знаете, как делаются сосиски такие вот со временем, то есть, под воздействием ультрафиолета, вот, это всё разрушается, мы это всё учитываем, у нас этого не происходит, вот, все, все фиксаторы, все пулерочки, это компания Вуджин. Вот, это всемирно известный бренд, который использует, как, ну, всемирно известная компания, которая производит и милитарий одежду для военных, для спецслужб. Хорошо, а ветрозащита? Ветрозащита здесь, ну, очень хорошая, как бы, я не скажу, что, опять же, в каких-то цифрах, но достаточно спасает, как бы, на моторе, опять же, на море, на быстроходном катере. То есть, отлично, штука будет, то есть, всё легко, комфортно, удобно, ну, есть костюм, жду отзывов от вас, Александр. Да, да, я его только начал тестить, поэтому, да, я обязательно вам расскажу, всё. Тут же важны ваши, как бы, я, в принципе, как мой продукт, но, опять же, повторюсь, делаем для людей, поэтому, очень буду рад отзывам. Друзья, ну, вот я себе приобрел такой костюм и советую вам, от себя лично, советую вам тоже присмотреться к этому костюму и при желании его приобрести. Да, наши консультанты вам расскажут, как правильно одеться, посоветуют, для каких целей, то есть, приходите, улица Базовая, 13, там магазин, вот, шоурум компании Комотек, приходите, увидите, всё расскажем, покажем, правильно оденем, вот. Будете довольны. Теперь самая интересная фишка, у нас же есть подписчики канала «Всё для клёво», ну, а вы же не просто так, на канале «Всё для клёво», поэтому для них должны быть какие-то послабления, льготы, промокоды, всё, что угодно, поэтому давайте, колитесь и что-то давайте. Я думаю, что самым приятным бонусом будет для подписчиков, то, что они придут и мы их оденем с ног до головы, правильно оденем, дадим качественную консультацию, не впарим ни одной, как говорится, ненужной вещи, вот. Вот, они останутся довольны, и будет ещё подарок. О! Фу, наконец-то. Обязательно, конечно. Поэтому приходите, увидите, всё покажем, расскажем, есть очень много чего интересного. Ну, друзья, обязательно, если вы приходите, говорите «Всё для клёво», пароль, «Всё для клёво», «Всё для клёво», «Всё для клёво», «Всё». Всё, давай, давай. Да, открывайте себя по-новому, живите в своё удовольствие, наслаждайтесь жизнью, да, получайте кайф. Что-то карпик не хочет клевать пока, одни караси, но тоже такие маленькие, белковастые. Это не наш размер, поэтому мы их выпускаем. Ты тоже выпускаешь маленьких карпиков? Маленьких карасиков. Да, нет, нет, нет. Вот таких забираем. Каких? А ну, покажи. Вот таких забираешь? Карасиков? Поменьше отпускаю. Понятно. Копаньки. Тарань на кукурузу, друзья. Обычно ловится карась на кукурузу, а тут тарань голодная. Карасик на кукурузу. Сегодня клёв достаточно активный. Ветер вам помогает. И карась плюёт очень, очень хорошо, очень активно. Буквально, там, минута-полторы поклёвки. Минута-полторы поклёвки. Ну, правда, карась размер не совсем хороший. Ну, такой, который забирать ещё рано. Ну, всё же, получить удовольствие от вываживания, от яркой поклёвки можно. Так, ну, мы продолжаем экспериментировать с мясом мидии, получается, вот это, то, что мы выловили. И подцепил его в сопарышек. Попробуем. Таким миксом. Ну, что, Митя, что-то клюёт? Так, что там у нас? Что-то есть. Карась хороший. О-па-ненький. На мясо? На мясо с опарышем. Нормально. Ну, такой карасик. Ну, ты красавчик. Молодец. Ну, что? На опарыша. О-о-о. Класс. Молодец. О-о-о. Отлично. Ну, что, на опарыша? Да. Белая опарыш, да? Что это? Беявка. Беявка, да? Присосалась. Медицин. Да. Беявка. Ну, вот. Ну, такой красавчик. Кукуруза с опарышем. Мелкий, мелкий. Ну, правильно. Такой и надо, 014. Отлично. Красивый. Кукуруза с опарышем. Присажим. Субтитры подогнал «Симон» 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 И ловите бесплатно на чистых берегах Днестра без браконьеров. Вот такой девиз нашего канала. Надеюсь, вы нас поддержите. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все для клевого. Ну, а мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, все хорошего. Пока. Пока.